Всем привет! С вами Смирнов Скул, и сегодня мы поговорим о сиквеле «Аватара» Джеймса Кэмерона. Со времени выпуска первой части прошло более 10 лет, и вот наконец-то мы узнаем продолжение истории. Сиквел носит название «Аватар. Путь воды». Он расскажет нам о жизни Джейка на Этире и их детей на Пандоре. Через 14 лет после событий первой части планету вновь пытаются захватить люди. Джейк со своей семьей возглавит армию Нави, чтобы остановить вторжение. Длительность фильма около трех часов, это даже не финал истории. Режиссер Джеймс Кэмерон запланировал целых 4 сиквела. Он стремится создать вселенную по масштабу, сопоставимую с «Властелином колец». Сюжет сиквелов охватит жизнь нескольких поколений людей и Нави. Давайте разберемся, что нового вносит «Аватар. Путь воды» во франшизу. Фильм более подробно раскрывает быт и культуру Нави. Многие кланы Нави вдохновлены земными народами. Например, язык жителей Пандоры — это смесь разных индейских и полинезийских наречий. А одежда, прически и метки на теле Нави отсылают к племенным культурам Амазонки и Южной Африки. Сиквелы раскроют, что сообщество жителей Пандоры неоднородно. Вы знали, что существует целых 15 племен Нави. Не одно, не два, а 15. Каждое племя развивалось в разных природных условиях, поэтому между ними возникли отличия. В сюжете «Аватара 2» важную роль играет клан Миткайна. Это племя живет на морских рифах Пандоры, поэтому действие будет происходить в основном под водой. Мы увидим тропические пляжи Пандоры. Лазурные волны, песчаные отмели, огромные корни деревьев, уходящие в океан. Продюсер фильма Джон Ландау называет это «Бора-бора на стероидах». Тематически переход от южных лесов к коралловым рифам идеально подходит франшизе. Рифы называют морскими тропическими лесами из-за того, что там тоже обитает огромное количество животных. Первый «Аватар» поднимал проблему вырубки лесов. Сиквел же — это признание Кэмерона в любви к морю. Режиссер давно борется за сохранение океанов, а в 2012 году он даже путешествовал на дно Марианской впадины. Сам Кэмерон говорит «Я занимаюсь океаном, когда не снимаю кино. Но что, если совместить два моих самых больших увлечения — исследование океана и создание фильмов?» Еще одна особенность сиквела — акцент на юных персонажах. По словам Джона Ландау, в «Аватаре 2» фокус сильно смещен — со взрослых героев на детей. Ландау говорит «Будущее поколение Пандоры играет очень важную роль не только в этом фильме, но и во всех последующих частях франшизы». Как вы помните, большинство людей в первом фильме показаны жестокими и меркантильными, чтобы зрителям сильнее хотелось болеть за Нави. Вот почему мы здесь. Анаптаниум. Этот серый камушек идет по 20 миллионов за кило. Компрендо? А эти дикари ставят под угрозу нашу операцию. Мы на пороге войны, и вы обязаны найти дипломатическое решение. Чего стоит один только злодей — полковник Майлз Куоридж? К сожалению, из-за этого приема фильм ощущается слишком прямолинейным. Героев как будто поделили на плохих и хороших, без полутонов. В сиквеле «Аватара» появится новый персонаж-человек, и с ним связан более неоднозначный конфликт. Речь идет про приемного сына Джейка и Нейтири, мальчика по прозвищу Паук. Его роль исполнил юный актер Джек Чемпион. По сюжету Паук родился на военной базе, но был слишком маленьким и слабым. Его не вышло переправить на землю, и Паук вырос вместе с родными детьми Джейка и Нейтири. Джейк принял его как собственного сына, но Нейтири по-прежнему видит в человеческом ребенке одного из тех, кто разрушил ее дом. Да, в первой части Джейк и Нейтири довольно быстро нашли общий язык и полюбили друг друга, но они все еще представители разных миров. Чем-то их союз похож на современные смешанные семьи, где партнеры могут принадлежать к разным этносам или расам. Но каково их детям? Что если дети не будут чувствовать принадлежности ни к тому, ни к другому миру? Основа для конфликта заложена. Как он будет развиваться? Узнаем из фильма. Кэмерон говорит, наша цель рассказать захватывающую и при этом эмоциональную историю. Я бы сказал, что в новом фильме акцент делается больше на персонажах, их отношениях и эмоциях. Мы не тратили на это столько времени в первом фильме. А теперь поговорим о том, как шел процесс съемок. Для первого «Аватара» был разработан особый принцип захвата движения, при помощи которого актеров превращали в синекожих инопланетян. Продвинутый мошен-кэпчер применяли еще в начале 2000-х во «Властелине колец», но Кэмерон усовершенствовал систему. Он придумал крепить на голове актера две небольших камеры для записи мимики. Движение тел фиксировала другая система. Человек надевал специальный костюм с датчиками. Позже такой метод стал стандартом индустрии. Эта технология была всем хороша, но она не предназначалась для съемок под водой. Что же делать? У Кэмерона было два пути. Первый и самый простой – подвесить актеров на тросах, чтобы они висели в воздухе и имитировали движения в воде. Так, например, снимали «Аквамена». Эту идею режиссер почти сразу отверг. Он сказал, так мы не добьемся достоверности. Для сравнения, Кэмерон провел тестовые съемки в воздухе и в воде. Как он и предполагал, актеры, подвешенные на тросах, не могли двигаться правдоподобно. Кэмерон решил пойти другим путем и разработал новый способ мошен-кэпчера, чтобы снимать мимику актеров сразу под водой. Спецэффектами занимались художники из Veta Digital – компания, которая работала, в числе прочего, над «Властелином колец» и «Хоббитом». Большая часть съемок «Аватара» проходила в специально построенном резервуаре емкостью 900 тысяч галлонов. Ну, чтобы вы понимали, это около 4 миллионов литров. Гигантский бассейн мог имитировать океанские течения и волны. Сверху его заполнили специальными шариками, чтобы студийное освещение не искажало пространство. Для особо сложных сцен Кэмерон нанял специалистов по подводным танцам и гимнастике. Отдельной проблемой оказались пузыри воздуха, которые выходили из аквалангов. Поэтому, когда начиналась съемка сцены, все должны были задерживать дыхание. Актерам приходилось тренироваться с профессиональными дайверами, чтобы научиться как можно дольше находиться под водой, не дыша. Рекорд побила Кейт Уинслет, которая, по слухам, продержалась без воздуха аж 7 минут. Играет она, кстати, вождя морских наави. Помимо ныряния, многие актеры перед съемками занимались еще и подводным плаванием. Итоговым экзаменом стала поездка на Гавайи, чтобы понырять со скатами манта. Ставьте лайк, если тоже хотите на Гавайях нырять со скатами, а не вот это вот все. Холодно, снег, мороз, гололедица. Разумеется, такие технологические сложности требуют огромных денежных затрат. Бюджет фильма колоссальный — 250 миллионов долларов. При этом Джеймс Кэмерон даже не уверен в успехе фильма. Но у режиссера есть план. Если «Аватар 2» провалится в прокате, тогда он завершит историю в «Аватаре 3» и не станет делать следующие сиквелы. То есть при худшем раскладе фильмов будет 3, а в случае успеха — 5. Можно сказать, все зависит от зрителей. А как вы думаете, сиквелы ждет коммерческий успех? Пишите в комментарии. В российские кинотеатры фильм «Аватар. Путь воды», к сожалению, не завезли. Но если вы планируете посмотреть, тогда расскажите, какие у вас ожидания. А еще ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Здесь много интересного про игры, кино и анимацию. Конечно, для создания красивых и кассовых фильмов нужен не только талантливый режиссер, но и целая команда, в том числе художники. А если вы всегда мечтали рисовать для фильмов или игр, тогда добро пожаловать на наш курс «Основы CG-рисунка». Вы научитесь создавать работы коммерческого качества. Это отличный шанс войти в мир цифрового рисунка и в перспективе найти работу в индустрии. Ссылка на курс в описании. С вами была команда Smirnoff School. Увидимся в топах ArtStation.